Это программа «Неделя в Тагиле». Я Алла Кузнецова. Здравствуйте. Итоги уходящей рабочей недели сегодня подводим с главой города Нижний Тагил Владиславом Пинаевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Юрьевич, накануне стало известно, что ушел из жизни основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Валентинович Титюхин. Безусловно, очень огромная потеря для нас. Завтра состоится церемония прощания в городе Верхняя Салда. Вы были знакомы с Владиславом Валентиновичем. Каким вы запомнили его? Вы знаете, я запомнил оптимизм с оптимистом. Действительно, об этом горько говорить, но с Владиславом Валентиновичем ушла некая, я бы не сказал, что эпоха, но достаточно большая составляющая жизни Свердловской области. Я бы не позиционировал его как основателя госпиталя, действительно, одного из лучших лечебных заведений Свердловской области. Я, прежде всего, еще занимая прежнюю должность, все-таки олицетворял его как промышленника, как человека, который в те нелегкие 90-е годы сохранил ведущее предприятие и Свердловской области, и Российской Федерации, и ВСМПО АВИСМУ. Это действительно человек, который своим трудом, своей жизнью доказал, что не все меряется какими-либо финансами. То есть он действительно всю жизнь свою доказывал и показывал, что необходимо вкладывать деньги в то место, где ты живешь, где ты родился, где ты вырос, где живут твои соотечественники, земляки. И вот строительство госпиталя, меня как человека, просто как стороннего человека, всегда удивляло, почему выбрано место Нижний Тагил. Хотя с возможностями, с той поддержкой, которая на тот момент была, можно было построить как минимум в Екатеринбурге. Я думаю, что такому лечебному заведению, такому учреждению, наверное, нашлось бы место даже и в столице нашей родины, в Москве. Но было принято решение именно сделать здесь, сделать в городе, который далек от тех центральных районов. И вот этим самым он показал, что… или сделал посыл того, как надо поступать, что невозможно унести с собой будет все, что ты заработал за свою жизнь. То, что можно сохранить, оставить. И сейчас у нас основная задача, или как дань уважения этому человеку, конечно, надо подумать или одну из новых улиц называть его именем. Но действительно, сегодня вот, может быть, верхняя солдат действительно то место, где он проработал достаточно большой промежуток времени и жил. Но вот я бы в память Владислава Валентиновича все-таки оставил в Нижнем Тагиле. Память о нем, как госпиталь, уже осталась. Но память, как почетного гражданина, я все-таки, я думаю, что с коллегами мы соберемся и действительно оставим. Но потеря для всех большая. Потеря, еще раз повторюсь, человека, который не думал только о себе, а думал действительно о людях, которые живут рядом с ним. Я еще раз напомню, что прощание с Владиславом Валентиновичем Тетюхиным пройдет завтра в городе Верхняя Салда в 12 часов во Дворце культуры имени Энгельса. Ну и к другим темам недели. Владислав Юрьевич, на этой неделе в наш город посетили кураторы национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сначала в мэрии прошло совещание, где были разобраны нюансы реализации этого масштабного проекта, а затем проехали по улицам, которые попали в план ремонта на этот год. Какие особенности реализации? Мы много уже говорили о том, что это 21 улица, 24 объекта. О чем вот рассказали представители Росавтодора. Вы знаете, встреча такая конструктивная получилась. И я для себя сделал вывод, что реализовывать нацпроект нам будет не так просто. И это будет не просто масштабный проект для города, это будет серьезная ответственная работа, которую мы должны делать вместе с коллегами. Что понравилось, это конструктив, еще раз повторюсь. Да, жестко, да, те вопросы, которые сегодня стояли на повестке дня, они действительно актуальны. Но самое главное, что у нас есть взаимопонимание полное. А Росавтодор на сегодня будет полностью курировать реализацию в территориях национального проекта. Поэтому где-то, вы знаете, даже и подсказали нам, какие шаги необходимо предпринять, чтобы в перспективе мы не получили какой-то негативной реакции. Поэтому национальный проект в городе Нижнем Тагиле стартует. Мы приступаем к реконструкции 21 дороги, или это 24 объекта. Почему? Потому что у нас восточное шоссе и северное шоссе разбиты на объекты. Вот, поэтому я думаю, что Нижний Тагил такой глобальной реконструкции не видел никогда. Очень важно, и с коллегами мы это тоже отметили, что необходимо довести до всех жителей, для автомобилистов, для просто жителей города, кто передвигается на общественном транспорте. Те логистические изменения, которые будут связаны с реализацией проекта. Ну, все прекрасно понимают, что мы не можем в одной части взять и перекрыть все дороги, поэтому ищем объездные пути. И периоды, а, чтобы первое, все-таки нам сроки, те, которые обозначены контрактом, выдержать. И, б, чтобы минимизировать те неудобства, те сложности, которые будут связаны с его реализацией. Но, все-таки, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к горжанам, к тагличанам, что действительно некие проблемы с передвижением будут. Это надо объективно понимать. Еще раз повторюсь, что такого глобального ремонта и реконструкции дорог, а я еще и хочу сказать, что мы параллельно будем еще ремонтировать дороги в рамках содержания, летнего содержания, то, которое ежегодно предусматривается бюджетом. Поэтому отнестись с пониманием, отнестись с терпением. Но, со своей стороны, хочу сказать одно, что мы предпримем все меры, чтобы все-таки те неудобства максимально минимизировать. Тема состояния автодорог сейчас одна из самых актуальных в этом сезоне. Начались сезонные осмотры дорог, проходят очень активно ямочные и карточные ремонты. Какие вы задачи ставите перед дорожниками? Задачи поставлены давно уже. Вы знаете, что весна показала состояние дорог. Действительно, город или автодороги города, или уличная дорожная сеть покрылись ямами. Это происходит каждый год, это объективная ситуация. Тем не менее, задачи поставлены уже были в начале весеннего периода, в начале первого потепления. На сегодня вы правильно отметили, что мы уже перешли, и давно перешли уже не просто к ямочным ремонтам, а перешли к ремонту автодорог или восстановлению дорожного покрытия картами. Вот, работает Фреза, работают дорожные службы, работают две компании, это «Тагилдорстро» и «БТ-сервис». Вот, поэтому эту работу продолжаем. Вот, но еще раз повторюсь, очень важно, очень важно все-таки реализовать национальный проект. То есть, ямочное содержание, карточные ремонты, это временные меры, которые позволят минимизировать те или иные недуги. Тем не менее. Да. Но, все-таки, очень важно будет нам качественно отремонтировать дороги, которые заложены в национальном проекте. Это даст видимый, ощутимый эффект, который, я думаю, что увидят все. Ну, вот, интересно, отметили тагильчане, а дороги у нас стали ремонтировать по ночам. Вы такую задачу поставили, вот, чтобы не нервировать людей, не перекрывать дороги, в часы пик делают это ночью. Вы знаете, да. Я, наверное, не столько оставил я задачу, сколько я требую или требовал, и буду требовать, то есть, выполнение в срок тех мероприятий, которые обозначены у нас. И вы знаете, что мы еженедельно отмечаем, то есть, некую уличную сеть, которую необходимо восстановить, сделать, и от дорожных служб я требую его выполнения. И вот, УБТ-сервис, компания, молодцы, они проявили инициативу, и вот, получается, сделали такое решение. С вечера еще автомобилисты видят неровности или ямы на дороге, вот, ночью выходит техника, но техника выходит в те места, которые не мешают, скажем так, спокойствию жителей города. То есть, это не места проживания массово людей, да, это те места, которые находятся в промзоне, вот, это не спальные районы. Поэтому с вечера выходит техника, специальные бригады, которые работают в ночное время, точно так же при освещении, спокойно. Но в то же время, когда позволяют температурный режим, я сразу хотел отметить, вот, делается ремонт дороги, и утром уже автомобилисты, проезжая по этому участку дороги, видят уже другой участок, который отремонтирован, который восстановлен, и при этом не вызывает никаких неудобств. Та работающая техника на дорогах, да, не вызывает затруднение движения, пробок на дорогах, вот, все. И мне кажется, это положительный опыт, который надо использовать, перенимать, и мы его будем транслировать дальше. – Приводят в порядок не только дороги, но и парки, и скверы, и городские общественные территории, в частности, парк Народный. Вот он сейчас стал удивительным местом притяжения тагильчан, каждые выходные в хорошую погоду, там сотни людей. Есть информация о том, что еще появятся новые элементы, новые малые архитектурные формы в парке Народный? – Вы знаете, да, во время объезда в прошлую субботу или в прошлые выходные приехали туда, да, были замечания. Кстати говоря, я бы хотел отметить и в прошлом году, и в этом году работу той организации, которая у нас сегодня находится на содержании парков и скверов. Вот, те замечания и выводы, которые были в прошлом году, в июне месяце обозначены, в общем-то, все учтены. И спасибо, что действительно и руководители компании обратили на это внимание, и те, кто непосредственно реализует данное действие на местах, в общем-то, относятся немножко по-другому. В парк Народный было некое упущение. То есть, в прошлые выходные, повторюсь, приехав, ну, действительно, людей действительно много. Но при таком скоплении, вот, необходимо, конечно же, и содержать. Вот, приехав, увидел грязь, увидел недоработки. И вот эти моменты мы сегодня с коллегами обсудили, не вынося, может быть, в публичную плоскость, да, нигде-то не показывая, не ругаясь. Но, тем не менее, наметили те мероприятия, которые необходимо реализовать мгновенно. Вот, и дворники или подборщики мусора вышли на объект сразу же в этот же день. То есть, ту минимальную часть работ, она была выполнена. То есть, вечером уже в ночь вышла техника. Вот, сегодня работы продолжаются. Вот, на сегодня мы с Тагилдорустроем обсудили те мероприятия, которые необходимо завершить с прошлого года. То, что не успели сделать. А я скажу больше, что больше ста малых архитектурных форм, те, которые мы убирали на зимний период, мы их полностью вернем в парк. Это еще добавит колорита, скажем так, тому, что уже присутствует. Вот, будет посеяна трава. Вот, все эти мероприятия будут завершены. То, что в зиму уже не стали делать. Вот, более того, значит, будут проложены дорожки к беседкам. Вот, на сегодня они тоже отсутствуют. Это тоже на это обратил внимание. У нас-то будут заниматься гребцы на каноэ. Это тоже добавит, опять же, некой той картинки, да, вот, которая на сегодня присутствует. Там будет тем, кто гуляет, кто посещает парк с детьми. Просто будет, не знаю, место полюбоваться. Это тоже интересно. Там столбы мы поставили, тросы будут натянуты. Вот, и в ближайшей перспективе там такое действие будет интересно. Соревнования уже там проходят. Соревнования, да. Это клуб «Азимут» проводил, действительно, готовясь к новому сезону, готовясь к сплаву. Я к тому, что говорю, что на сегодня есть компания, которая вышла с инициативой построить там дополнительные аттракционы. Вот, это некий эльф-парк, который на сегодня в ряде городов России присутствует. Поэтому сегодня формируется земельный участок, мы его отыграем на торгах. Там добавятся купавы, добавятся места, где можно будет попить чай, кофе, там перекусить. Вот, к летнему периоду подготовимся. Также будет все это отыграно, включено в схему размещения нестационарных объектов. Поэтому парку «Народное» сегодня действительно уделил такое, уделяю отдельное внимание. Почему? Потому что объект действительно получился настолько хороший, настолько посещаемый, настолько любимый тагильчанами. Поэтому я думаю, что сегодня мы будем вкладывать средства в его развитие и продолжать. Ну вот, пока в парке «Народное» одни занимаются скандинавской ходьбой, гуляют с детьми, другие присматривают, чтобы можно вынести оттуда. Вот, как ни парадоксально. Такой инцидент был зафиксирован на этой неделе, когда неизвестные скрутили тренажер для бега, вот такой импровизированный, и пытались вывести. Владислав Юрьевич, какое-то, может быть, видеонаблюдение, возможность такая не рассматривается, либо усиление патрулирования? Ну, действительно, я бы хотел поблагодарить сотрудников Управления внутренних дел Межмуниципального управления Ниждагильское. На самом деле у нас есть договоренности, и сотрудники постоянно патрулируют парк. Но вот, к сожалению, существует такая категория горожан, которая, ну, не совсем, так сказать, разделяет тот оптимизм, который есть. И вот, ну, пыталась действительно вынести тренажер с территории парка. Да, действительно, планы такие есть, поставить или установить видеонаблюдение, вот, установить ограждение парка. Вот, подумаем, как это сделать. В общем-то, действительно, нам в любом случае так или иначе нести затраты на его содержание. Поэтому, наверное, территорию будем огораживать, территорию будем усиливать, еще раз, видеонаблюдением, которое войдет в состав безопасного города, которое также у нас будет выведено на север, либо Управление внутренних дел сразу, либо на дежурно-диспетчерскую службу. Поэтому посмотрим, как набережная, я думаю, что в этом году мы дооборудуем. Ну, а что по дому, который там находится, какие-то договоренности, может быть, дооборудить? Вы знаете, да. То есть, так получилось, что во время обхода я встретился с собственниками этого дома. Вот, в общем-то, переговорили, переговорили конструктивно, и уже вроде по финансам они готовы прийти к какому-то более-менее разумному, значит, к какой-то более-менее разумной сумме. Поэтому я на сегодня переговорюсь с предпринимателями, те, у которых есть интерес. Действительно, есть интерес, выкупив дом, снеся его и став обладателем земельного участка, построить там некое кафе. А последнее время действительно подсказывает, что такое количество людей необходимо где-то и людям перекусить, в общем-то, посидеть, отдохнуть. В общем-то, место такое получилось интересное и достаточно такое посещаемое. Поэтому я думаю, что должны мы решить этот вопрос. Вот, вопрос, опять же, в финансах, да, и в экономике. То есть, это бизнес. То есть, насколько это будет рентабельно выкупать за эти деньги и строить в этом месте какое-либо заведение. И у нас продолжается строительство и реконструкция образовательных учреждений. Подрядчики уже зашли на территорию школы номер 72. И заявили в эфире средств массовой информации о том, что эта школа будет реконструирована к 1 сентября 2019 года. А будет она, надо отметить, такой же красивый, как 56-я. Вот такие кратчайшие сроки. Вы уверены в том, что подрядчик успеет? Вы знаете, даже не была задача поставлена. Контракт отыгран на два года. Вот, это просто инициатива тех компаний, которые сегодня участвуют в жизни города, которые реализуют, строят объекты. Вот, это дорогого стоит, это заслуживает уважения, прежде всего. Что, действительно, это не принудиловка, да, это не, еще раз говорю, какие-то там обязательные меры. Это просто частная инициатива. И вот на сегодня все понимают, что чем быстрее мы будем реконструировать объекты, вводить их в эксплуатацию, вот, тем быстрее у нас появятся новые проекты, тем быстрее мы будем проходить экспертизу и заявляться уже на новые школы, на новые образовательные учреждения, что нам позволит, в общем-то, максимально быстро выполнить майский указ, да, по переходу на односменный режим. Но компания этим самым и стимулирует нас. Почему? Потому что, в общем-то, у нас тоже в бюджете не было заложено, значит, финансовые средства на покупку оборудования. Вы прекрасно понимаете, что отремонтировав школу мы не можем туда занести старые парты, старые, там, не знаю, шкафы, старые какие-то там предметы. Вот, действительно, должно быть все обновлено. Если уж мы зашли на объект, если мы его сделали, то он должен выглядеть точно так же, как выглядит 56-я школа. Эта практика такая достаточно успешная, практика хорошая, поэтому я думаю, что и с губернатором Свердловской области мы этот вопрос еще раз обсудим, чтобы он поддержал все-таки инициативу. На данном этапе он ее поддерживает, поддерживает и министр образования Свердловской области. Поэтому я думаю, что еще раз хочу сказать, что спасибо, действительно, подрядчику, кто зашел на объект на второе, мы эту практику будем транслировать дальше, и я думаю, что она будет не менее успешной. Как дела обстоят в школе номер 100? Строители в графике или нет? Тоже задача такая амбициозная, к первому сентября такой же срок. Повторюсь, да, действительно, это была ли просьба губернатора пустить школу, значит, или мое обещание губернатору, так сказать, точнее. Там работа ведется в графике, работа ведется напряженная. Действительно, на объекте сегодня достаточно большое количество строителей. Я думаю, что все будет хорошо, пока действительно есть форс-мажорные, есть разные обстоятельства, но у нас другого варианта нет. Мы сегодня в полном объеме приступили к подготовке к лицензированию уже школы. Мы готовим те мероприятия, которые необходимо будет сделать до этого момента. Строительная часть ведется само собой. У нас отдельным блоком предусмотрено строительство дорог. Немножко мы столкнулись с той ситуацией, что да, у нас подрядчик, который должен был комплексно застроить данную площадку, в 2014 году были даны такие обещания, что на сегодня, я еще раз повторюсь, наверное, это действительно объективные причины. Это финансово-экономическое состояние в целом рынка недвижимости, которое сегодня есть. Наверное, это не то, что вина его вплотную, но тем не менее, от этого не легче ни мне, ни тем, кто пойдет в эту школу. И на сегодня у нас остро стал вопрос строительства дорог или подходов, площадок на территорию школы. Поэтому мы в этом вопросе активно ведем взаимодействие с Министерством строительства Свердловской области, с Минтрансом, с экспертизой государственной Свердловской области. Поэтому я думаю, что эти моменты тоже все решаемые. Но вопросы есть, вопросы есть конструктивные, вопросы есть те, которые необходимы, на которые искать ответ. Поэтому я думаю, что все идет в графике, все идет в планах. Ни один строительный объект просто так не давался, вы знаете, это по прошлому году. Будь то дорога, будь то 56-я школа, все, за что мы взялись, но это действительно требует такого постоянного контроля, чтобы все-таки те сроки, которые намечены, нам реализовать и выполнить работы в срок. Накануне вы были в Екатеринбурге, принимали участие в таком большом форуме по цифровой экономике. Также программы «Умный город» там были представлены и появилась информация о том, что Нижний Тагил также может попасть в эту программу. Расскажите телезрителям поподробнее, что такое «Умный город», как это связано с Нижним Тагилом. Я бы это объединил в некую такую масштабную работу. Действительно, мы встретились с одним из ведущих, главных руководителей Ростелекома, Кириенко, Вадим Сергеевичем. Обсудили те направления, которые сегодня в городе реализуются. Мы обсудили те направления, по которым мы нашли взаимопонимание или взаимный интерес к его реализации. Мне очень понравился конструктивный подход никакого глобализма. Да, вот давайте мы зайдем, давайте у нас там будет «Умный город», еще что-то. Мне понравилось, что у нас есть с ним полное взаимопонимание в вопросе, надо заходить с чего-то одного, заходить с небольших объектов, потом заканчивать их работу совместную и показывать всем жителям, что действительно наш совместный опыт или совместное действие, они приносят положительный результат. И исходя из этого, уже транслировать это дело дальше. И уходить в какой-то глобальный проект, который объединил и действительно сделал город современным. У нас реализуется программа «Светлый город». Об этом много говорилось, и в этом году мы эту программу заканчиваем. Мы переходим от строительства к эксплуатации. У нас реализуется программа «Безопасный город», которая себя зарекомендовала с самой лучшей стороны, с точки зрения управления внутренних дел, взаимодействия в этом вопросе. У нас сегодня находится в стадии окончания, и опять же, в рамках взаимодействия с Ростелеком, мы заканчиваем работу над программно-аппаратным комплексом Единого центра оперативного реагирования. Эта работа ведется совместно с правительством Свердловской области, с Министерством, в частности, общественной безопасности. И тоже мы на сегодня включены в общую сеть по Свердловской области по окончанию данного проекта. Но вот каждый из этих проектов, и будь то там та же самая умная школа, где на сегодня с Ростелеком мы пытаемся применить какие-то новые конструктивные решения, которые позволят реализовать в рамках уже действующего проекта. Но объединив это все в одну единую цепь, какие-то внедрив еще новшества, то есть можно сделать действительно ту хорошую реализацию, ту программу, которая называется «Умный город», и руководить всеми процессами, связанными с энергосбережением, с безопасностью, с другими системами, которые будут функционировать в городе, на единую службу, которая бы вот в одном помещении могла влиять на те или иные процессы, которые сегодня в городе происходят. Но это уже такая глобальная цель. Повторюсь, на сегодня, в течение месяца договорились, прилетит из Москвы и в том числе из Свердловской области бригада, бригада специалистов, которые совместно с нашими специалистами дадут оценку состояния тех проектов, которые на сегодня уже реализованы, которые функционируют и работают в городе. И, исходя из этого, подготовим некий материал, некую дорожную карту или план действий совместный по реализации, вот уже то, о чем говорил, такого более глобального, более конструктивного, более такого современного проекта, объединившего то, что уже сделано. И на этой неделе вы встретились с коллективом химического завода «Планта». Причем такая встреча очень конструктивная прошла. Заводчане присылали вам из зала вопросы, написанные на бумажке, вы тут же читали, отвечали. Какие проблемы беспокоят жители вот таких отдаленных микрорайонов? Наверняка вы встречаетесь именно с этой целью, чтобы понять, чем они живут и какие вопросы их волнуют. Глобальные такие вопросы для всего города не актуальны. Да, это состояние дворовых территорий на сегодня. Вот я отдельно бы тему, наверное, хотел бы обсудить или рассказать отдельно, что действительно, ну, все мы прекрасно понимаем, что состояние дворовых территорий – это чисто компетенция собственников квартир в многоквартирных домах. Ну, тут объективно жилищный кодекс, он диктует полностью те компетенции, которые находятся за муниципальным образованием и за жителями, или за собственниками домов и квартир, которые проживают в городе. Но от этого проблема не становится менее, менее, там, или более актуальной. Вот. Но в чем, хочу сказать, существует на сегодня трудность, да? Вы знаете, что на сегодня из средств массовой информации очень много говорится о том, что данная программа будет свернута. Вот все-таки по дворам мы отходим и только сосредотачиваемся на общественных территориях. С чем это связано? Вы знаете, существует категория людей, которые вот постоянно чем-то недовольны. И вот, казалось бы, мы сделали все работы, это не только мы, это по всей России такая ситуация, вот, в частности, те работы, которые собственникам не сделают никогда в жизни. То есть никогда не хватит средств за текущего содержания, там, из текущего ремонта домов, вот, на те виды работ, которые на сегодня проведены, в частности, в городе Нижнем Тагиле. Но постоянно, вот, и это, я говорю, не от нас. Мы тут, как бы, просто заложники этой всей ситуации. Вот. Но, тем не менее, видимо, по России существует вот такая-то практика, да, постоянных жалобщиков. Вот кто-то жалуется, 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 при этом, не сделав ничего, чтобы позволило так или иначе улучшить какие-то там предложения дать конструктивные, а нам не нравится высота бордюра, а нам зачем вот здесь дерево посадили не в этом месте. И все это создало некий фон, с моей точки зрения, да, который, вот, сделал впечатление, что, что бы ни делается, это делается, как бы, не во благо жителей. На самом деле, повторюсь, те виды работ по квартально, которые были сделаны в Нижнем Тагиле, вот, то предыдущее состояние этих дворов, вот, это несопоставимые вещи. Эту программу надо продолжать, программу надо приветствовать, как бы то ни было. Наверное, да. Наверное, кто-то будет недоволен тем или иным. Но все равно большинство людей – это объективные, нормальные, конструктивные люди, которые понимают, что сегодня, сделав вот эту, проведя эту работу, это им позволит еще двору находиться в хорошем там состоянии на протяжении десятков лет. Почему? Потому что там большегрузный транспорт не ходит, дворы не разбиваются. Основной задачей в нашем городе было одно – это восстановление проездов дворовых, это восстановление тротуаров, это восстановление освещения, вот, восстановление парковочных мест, или, наоборот, создание парковочных мест, потому что на сегодня, действительно, автомобиль стал уже не роскошью, а средством передвижения. Вот, и малые архитектурные формы – это как раз не догма. Мы на этом не сосредотачивались, мы не делали помпезных городков. Это все через год, два, три, четыре придет, и так или иначе придет в упадок, и на это надо будет менять. Но вот эту работу, эти виды работ, жители могут сделать сами. Это не те великие затраты, которые не сопоставимы с ремонтом или восстановлением дорожного покрытия. Поэтому очень жаль, что на сегодня существует категория людей, которая недооценивает те работы, которые проведены, недооценивает то глобальное выделение средств, как федеральным бюджетом, так и областным бюджетом. И, в общем-то, эту работу будем вести. И, возвращаясь как раз к встрече с трудовыми коллективами, это один из вопросов. Просто он настолько больной, и настолько действительно накипел, и мне, как руководителю города на сегодняшний день, с одной стороны, необходимо... Ведь люди приходят на приемы, действительно встречаешься с нормальными, вообще объективными, и людям пытаешься объяснить, как надо сделать, что надо сделать. И все идут навстречу. Но вот еще раз встречаясь, вопросы, в частности, до дворовых территорий, вопросы отлова бродячих собак. Но на сегодня законодатель, опять загнав какие-то непонятные рамки никому, сделав, значит, внеся изменения в закон, значит, по видам данной деятельности, мы обязаны теперь... Я действительно искренне, абсолютно выступал перед всеми, кто сидел в зале. Но мы на сегодня должны отловить животное, мы должны его либо стерилизовать, либо кастрировать, мы должны его вакцинировать. Но самое, в кавычках, интересное, что происходит дальше, мы должны его вернуть на место его пребывания, где мы его отловили. Но я не знаю, у меня нет комментариев, и я действительно, вот... Я не знаю, что сказать на эту тему, как вот большую особь, которая бросается на детей, которая кусает жителей города, я просто привезу всю эту стаю, и снова их, вот уже, так сказать, откормленных, вакцинированных, значит, там, вымытых, я их просто должен вернуть и сказать, товарищи, дорогие, а теперь вот вам получайте дальше. Вторая проблема, с которой сталкиваемся, да, действительно, мы на сегодня отлов животных ведем. Есть агрессивные особи, которых действительно необходимо нейтрализовать, которых необходимо отловить и убрать от людей. Вот, но, опять, мы встречаемся с той категорией людей, наверное, это объективно, наверное, тоже заслуживает уважения, но как бы не помогает решать данный вопрос. Вот, есть люди, которые этих животных подкармливают, и действительно, они с ним относятся, наверное, я и повторюсь, я ни в коем разе не упрекаю за эти все вещи, но откармливая их, им позволяют плодиться, размножаться, щенки, наверное, да, там, любая, там, щенок, ребенок, это что-то такое, что привлекает, там, да, к этому внимание, их подкармливают, их защищают, и бригады, когда приезжают отлавливать, то есть, часть жалуются, что на них бросаются, часть пытаются защитить, возникают конфликтные ситуации, которые, в общем-то, ничего хорошего за собой не несут, но, тем не менее, это вопрос, ах, вопросов по отлову домашних животных масса, их просто масса, у нас не хватает ни средств, ни денег, вот, на то, чтобы там выполнить все просьбы, там, тем не менее, мы стараемся максимально реагировать, вот, это возвращается тоже такой отдельный блок вопросов, который беспокоит жителей города. Конечно, всех беспокоит, вот, тем более, таких обособленных поселков, как Северный поселок, да, вот, можно, конечно, рассказывать, что будет в городе сделано, там, глобального, неглобального, но жителей интересует, вы знаете, то место, где они проживают, где они работают, где они постоянно общаются, да, вот, на сегодняшний день есть, там, какие-то вопросы по 13-й школе, по Северному поселку, есть съезды во дворы, вот, есть вопросы, связанные с состоянием дорожного полотна по Северному шоссе, это, в частности, это вопросы, которые задавались, действительно, мы планово, планово эти вопросы будем реализовать, вот, и поэтому, это, сказал бы так, некий блоки вопросов, да, связанные с реализацией национального проекта экологического, вот, поэтому вопрос обобщаем, на все вопросы стараемся найти какой-то конструктивный ответ, кто-то просит вообще разъяснить, там, вот, по льготам, почему, там, по тех присоединению газовым сетям, да, какие существуют льготы, и вот эти вопросы люди задают, и, действительно, кто-то не имеет такой возможности подчеркнуть их из каких-то источников, которые сегодня, да, там, не знаю, позволяют, там, найти какие-то ответы, поэтому готовим, объясняем, рассказываем, но, с моей точки зрения, очень важно еще и доносить те виды работы или те работы, которые сегодня в городе будут выполняться. И вот на таких встречах я имею такую уникальную возможность, да, впрямую пообщавшись, вот, донести, какие проекты у нас на сегодня реализуются, какие проекты у нас находятся в стадии реализации, которые, какие проекты у нас перспективные, что будет в городе сделано, как город будет развиваться, и услышать мнение людей очень важно. Вот, вы знаете, потом уже таких вот, да, из зала, может быть, никто так не говорит, но когда встречаешься приватно, уже какие-то там диалоги происходят, вы знаете, для многих это вне зависимости от того, что мы, в общем-то, пытаемся в каждой программе, на сайте города, в каких-то других источниках рассказать о том, что будет делаться в городе, для кого-то это становится действительно в диковинку. И просто тагедчане, вот, все проживающие, да, может, проживающие так вот немножко в стороне от центра, просто крайне удивляются там, что происходит, и вот действительно, какие средства на сегодня выделяются и правительствами и губераторов Савиловской области, и администрации города на реализацию тех или иных планов. В общем-то, и вы знаете, такой диалог, он всегда конструктивен. Даже если что-то, есть вопросы, которые на сегодня действительно актуальны, и которые для людей являются социально или жизненно важными, там, на них надо тоже искать ответ, надо тоже объяснять, и этим мы занимаемся, занимаюсь я, занимаюсь мои коллеги. Поэтому вот такие встречи, это хороший диалог, конструктив и возможность задать вопрос, ответить на вопрос и сказать свою точку зрения на ту и иную тему. Будете продолжать, да? Это в обязательном порядке, я говорю, в большее, меньшее, на более крупных предприятиях. Вот в цехах сейчас, вот обещал я приехать на Уралогонзавод в один из цехов, к сожалению, такой плотный график там не позволяет это так вот быстро сделать, но тем не менее, живое общение, повторюсь, это, знаете, во много раз, да, лучше, ближе, жизненней, нежели вот какие-то совещания, заседания, которые тоже необходимы. Мы там тоже не просто так сидим, совещаемся ради того, чтобы посмотреть друг на друга. Есть вопросы, которые требуют вмешательства, решения, поисков, решений, вот. Но встреча с людьми, это, конечно, ну, такая хорошая возможность, и я ее буду продолжать. Вам спасибо за беседу, Владислав Юрьевич, и остается попрощаться. До свидания. До встречи.